это видео должно было выйти 21 декабря но поскольку я очень долго монтирую она вышла феврале там фильмы мы делаем с папой обзор на наш фильм шекспира приятного просмотра так сегодня из этого николая вы все привет да и вы не собираемся смотреть с папой сценаристом кстати этого фильма ну мы были с авторстве правда да мы были с авторстве мы решили пересмотреть наше старое творение самое первое искусство требует шекспира будем делать обзор комментировать так что дайте не сильно затягивать поехали одну картошеный вот вообще ёжиков оригинальность и подходе к сценарному искусству это процесс поедания картошки человеком кстати это очень даже неплохо жареная или вареная погибать по идее погибает картошка но кто-то же должен был есть на эту картошку актер погибал заживо а где я тебя достану инопланетян где я тебе возьму это шутку кстати дима придумал не пауза и вот это у меня вообще десяток и сценариев я пишу ночи ночами напролет я вообще нефиг делать и романтизм и любовь и романтизм и любовь так синонимы романтизм и любит жюриетта любит романтизм и погибает романтизм и тоже красная линия а он здесь запнулся да потому что там машины ездили и там ну это было невозможно мы рады были этому ничего не список на случай ничего не свистну игорь николаевич игорь николаевич вот так ему руку на сердце сразу вложит я я нет 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 я это хорошо да это хорошо несмотря на то что он запнул сюда только он забыл по тексту по современнее да именно и он так задумался еще берет как еще отелла и дездемона он долго вообще придумывал это вполне правда именно только вот давай так дездемона у нас не нравится я а погибнет подавившись картошкой да вы оставили первый сценарий почему почему наоборот все было хорошо это будет элемент реалистичность и подавить картошку на каждый день приступает а что он был ангел и писать он же сценарий уже написал он должен изменить имена а ну да тыква у нас вначале была работа теперь тыква это дело происходило на хэллоуин дети это тыквы вырезали у нее еще такая реакция что шикарная актриса вспомним ее имя прекрасно что она потрясающе отыграла свою роль что все это значит забавно что вот этот штамп он постоянно был по фактически в одной и той же одежде трупы едят тыквы твой сценарий шикарен по-твоему труп и трупа звучит очень похоже она немножко забыла но в принципе это выглядит реалистично так как она там играет так заинтересована блин мне нравится тут реакция его спалился спалился блин и было не ясно что ты не спалился а тыквы тебе зачем интерес так зачем я ничего не говори очень хорошо с тобой главная роль тездемоны не каждый день достается тем более мне все-таки тут актерская игра какая-то есть все-таки должен отдать должное но дмитрий москленко вытягивать да он вы сейчас он конечно ну в каждом фильме должен кто-то кто вытягивается актерка вытягивает именно ну наверно да а погоди я же там тоже играл написать вам на прослушивание да думаешь она правда неплохо хорошо запиши ее на вторник у нас тут дофига вообще вакансий если уже зашел разговор то игорь николаевич о это вообще любимый момент вы ли нам финансирование скажем так практически добыл мы снова будем искать клад клад это твоя идея мы привлечем иностранных а это уже по-моему дмитрий было квентин парантино роберт спонсирует нашу пьесу а вот это импровизация я написал и письма что каждый из них должен ввести по 100 тысяч долларов в развитие нашей пьесы зачем столько денег будем ждать ответа что они то собираются ставить надеюсь позитивно он сам не верит организуй канал чайник у нас даже чайник о это ключевой чайник нашей пьесе это чайник в конце концов ты помощник режиссера прояви смекалку через дорогу есть замечательное кафе там не было кафе возле художки вообще близко нет кафе и самое интересное он пришел из кафе с кружкой с кружкой он еще с божьей коробкой разговаривает это божья коробка там отдельный персонаж серьезно он привез кружку и при этом ничего не выплескал ай короче ну что марк это кстати кружка у меня до сих пор дома есть давай тогда пройдемся перекличку сделаем а кого перекличку тут же кроме вас никого нет что за перекличка странная мне нравится как там тут говорит нет хорошо а наш иномидифицированный помидор на ножках сидоренко так же отсутствует ну знаешь вот тут вот у Рустама просто идеальные реакции просто а этот наш больной насморком постоянно курнулся знаешь просто сидит и ждет когда ему дадут сказать не пришел не пришел замечательно замечательно а компьютер погас кстати я же не знаю а вот это наша зануда мышкина любовь нет 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 такая реакция нет 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 кроме нас двоих вообще кто то есть кроме нас двоих нет и он еще так говорит хорошая репетиция ты вообще звонил кому то я надеялся думал что это вы должны их всех созвать я да ты думал ты философ ты у нас спинозов это уже Дмитрий да почему я должен назначать репетицию Дмитрий шикарен конечно мы должны хвалить Дмитрия ну да а он думал смотри Марк вот из-за тебя мы взорвали репетицию что ты там еще руками делаешь что ты сидишь встал быстро пошел собираем доктором чтобы через полчаса они все были здесь потрясающе ты шо ну аплодируем блин это божья коробка да капец вообще надо было ее указать в титру а это вот вот кстати отличный кадр вообще по операции ну очень хорошо цвета подобрали да да неплохо он там еще что-то бормочет но не слышно о это кстати свасошвабры мы придумывали прямо на месте потрясающе да здравствуйте да ну номер такой себе номер такой себе но оно блин ну естественно смотрится вообще она не лишний персонаж хотя она была добавлена в последний момент но она очень вписалась прям идеально как будто задумала не знаю может вы что-нибудь для начала во-первых представьтесь в конце концов фольга замечательно мы прямо оставили по-моему ее имя кроме фамилии ну давайте же тогда почитать ну фамилия конечно ужас по-моему хоть попростенько Михаил Юрьевич Лева Лева блин помните вот это вот любил грозу во начале я люблю грозу ну блин Дмитрий ну ты серьезно ты специально нас разносишь твоими зеленый о это ее чтение потрясающее и днем и ночи кот ученый кружения посыпьи кругом это потрясающе и кстати музыка очень подходит под стих саты в наших годах пресалка на ветвях стоп 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 все вот сейчас вот начинается вот это вот полка на ветвях висит schemо висит повторно я боюсь представить Как она там висит Ну, ой, ну, серьезнее надо Вы понимаете, кто это? Русалка, вы? Все, она кинается Знаете про ее жизнь, вы не читали? Как будто он читал Надо же было подготовиться, прочитать про русалку Вы должны показать мне русалку Потому что ее мужчине Почему он конкретно к русалке придрался Там и кот есть, и другие Нормально, нормально Именно в этом-то есть прикол Надо показать режиссеру Ну, понятное дело Ну, конечно, он очень Похож на режиссера Я когда вспомнил его шевелюру и очки То я сразу такой Режиссер, это то, что нам нужно И я думаю, это был самый удачный выбор За весь фильм Ну, кроме еще вот этой девочки, наверное Да, в принципе, все остальные тоже неплохо сыграют Просто вижу, у вас тут даже чайник Ха, блин, чайник Чаю попить А у меня есть, кстати, один дом Да? Да-да-да-да-да-да Это хорошо Мы еще, по-моему, на полу мелом отмечали разметки Где кто должен стоять Я вообще не прав Вот сейчас я вас вижу Вот такие русалочные черты Прям мавка Мавка вообще не русалка Но если... Бы кофеварочка Бы кофеварочка Вообще кофеварка это, типа, механизм такой И вопрос такой Ему прям нужна огромная вот эта машина кофеварка Подовольте новое предложение Кофемашину Да Ес Ты классно сделала, ес Это тоже, кстати, симпатичные по цветам кадры Понимаешь, Марина Понимаешь, Марина? Очень хорошо то, что он поставил стул так чисто Я думаю, что другие актеры Проболдают с Игорем Николаевичем О том, что моя пьеса Позаимствована у Шекспира Ты имеешь в виду украден у Шекспира? Блин, она так отыгрывает Тоже отличная актриса, кстати Ну, для своего возраста отлично Она просто позаимствована Возможно, даже лучше некоторых постарше Ладно, Марина, не беспокойся Пока я играю роль Достомона и Шекспира Твой сценарий в абсолютной безопасности Блин, моя рука Марина, можешь посмотреть, пожалуйста Какая мне прическа больше нравится? Вот это Потрясающе Мне нравится и это и выражение Катя пудрит непонятно что Очки зачем-то пудрит Непонятно зачем О, сейчас начается По самые лучшие Тебе-то что? Ты появились седарем? Они потрясающие, говорят Нет Это он мне покоя не дает И не надо уходить от темы разговора Есть какая-то такая вайб От этой сцены Атмосфера, знаешь Такая чистая девичья Так что Марка никто не любит? Кроме тебя? Никто Есть какая-то такая атмосфера, знаешь Все-таки О, Шахматы тоже нравятся Эта сцена Тоже атмосферная Слушай, Марк Но здесь он капец как запинался Мы наверное снимали эту сцену Вечность Он же Ну так Не то что запоминается Но Ну какой-то дефект речи Нет Просто Игорь Николаевич Попросил написать сценарий Про любовь Про любовь Ты же ее не зря сделал Главный ролик Вообще-то Эту пьесу написал Шекспир Я просто Позаимствовал Мне так нравится Как он оперирует Все эти Я позаимствовал Почему ты не зря убился Например У Достоевского Это потрясающая была находка Там реально был Достоевский Да-да-да Это чисто случайно На съемках Да-да-да Ну я помню Как этого вот Ну вот Который не Рустам Я забыла его имя Как его зовут Там рядом стоял Дмитрий Это же его сын И он постоянно ему говорил Как надо говорить Давай Ты сможешь Давай Говори правильно Данил Данил Точно Да Кстати опять режиссерская кружка Они похоже стырили кружку из кафе Валентян Твой диадем Это ему советовал Дмитрий Этого не было сценария Триста гривен Ты издеваешься Триста гривен Как они вообще С таким предложением подойдут Ты хоть раз видел ее в гневе? В гневе Помогать товарищу А другому Еще и сцеплю Вообще прикольное кино Я бы не сказала Что он плохое Я уже пообещал Мышкиной То что Она будет в главной воле И что она О тебе во мне подумает Что я Полобол? Полобол по-моему Это было чисто его От Данила Зачем ты им вообще Пообещал? Кого я должен У меня свои слова Ну он такой Немножко Отрешенный От всего Такой сценарист Не знаю Творческий Творческая личность Слушай Кстати Тут есть забавный прикол Он постоянно ходит Данил пока с ним разговаривает Постоянно ходит Этими шахматами То есть Он Ну Типа Должен быть ход Рустама Но он постоянно ходит Вот и отлично И кстати Тебе мат Неудивительно Ты же постоянно ходил О это кстати Классная сцена Она что ли сошел Она потрясающе отыграла Чтобы я отказалась От главной роли Просто Класс У Рустама действительно Какие-то сомнения И он хорошо контрастирует Мы хвалим просто Свои произведения Тридцать минут Хвалим произведения Не Ну где-то есть недостатки Я согласен Мертвеца в гробу Ты видишь Я знаю все реплики Наперед А знаешь Почему я часто смотрю Таким Отлично Это по-моему Я ей посоветую Сделать так Да я хотела Чтобы она так сделала Зачем тебе это нужно И главное Зачем мне это нужно А причина для отказа А вот это уже делала она Понимаешь Блин я все запоминаю Может Прилянтовая диадема Ты не нашел С ней чего лучше Прилянтовая диадема Ну нет Просто Понимаешь ли Один мой друг Поставил меня Очень неловкую Ситуацию Ну Кстати Рустам тоже неплохо Играет Он хорошо В контрасте Играет А еще У этой девочки Которая играет Марину Отличный Вкус в одежде За цену За цену За цену твоего персонажа Или Вали отсюда И без Приятного диадема Не возвращайся Она серьезно поверила Что приятного диадема Какой-то Побекушкой Блин Это Это так смешно Капец Это было в сценарии Это было в сценарии Конечно Я же обещал Как друг Странно Что у него на шее Висит какой-то Звук Понимаешь Когда в дело Вступает великий Сценарист Марк Ёжиков Лучший сценарист Всех времен И народу Сейчас мы досмотрим Она согласна Отдать свою роль В обмене На бриллианту И дедовую Тут спина его Видна Это ужасный кадр Вообще Мне он меньше всего Изнравится В художественном плане Он ужасную часть Сделки Уже выполнил Вот это Его посоветовал Дмитрий Кстати Тоже хорошая сцена Когда Ёжика Немножко Исправляет Сам Как бы Истину Истину этого кино Кстати Это же Тараса Шевченко Это типа Статуэтка Тараса Шевченко Билл Стараса Шевченко И мы еще такие Ну нельзя же Ставить руку ему На голову И стучать А Дмитрий такой Нормально Нормально Давайте Самое главное Дмитрий был Как третий режиссер Он и в жизни был режиссер И Ну Типа В камере был режиссером Чего тебе А ты не можешь Где-то тихо Отказался от главной роли Этот парень там Вообще Очень мало играл О Кусяк Это мой ролик Он мне понадобится Ну и он играет Конечно Да Ну Как играл Так играл Молодец Конечно И тут он забыл Естественная реакция Я случайно Не найдется Лишний билет Твой деда Что? Смотрится естественно По крайней мере Так Мила Что у нас Барик визита Давай пробежимся Картошка фри Для смерти Для демоны Да Конечно Есть Птицу Так Литр крови Отела Это было Это чисто Ты пошел Перед съемками И купил Кетчуп И картошку фри Потом все Ели картошку фри Кроме меня Потому что Мне она не понравилась Импровизация Шоу Это вообще Это цитата Всех цитатов Пододеяльник Моей тети Это Салфетки Макдонаси Среативником И внимание Это тоже цитата Скатерть Я цитировала ее Недавно Меч джедая Который еще поет Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Ну что ж Давайте друзья Начнем репетицию Тогда пришел только Дмитрий Кроме него Никого не было И так Десдемона Подходишь к краю сцены И рыдаешь Ну давай Отрывно Я одновременно читаю книгу Ромео Ромео Ты подходишь В Десдемоне Да Это действительно Хэллоуин был И подходишь Это кстати на мой день рождения И спрашиваешь Скучаете ли вы Прекрасная дама Начали Весь фильм Полубредовый Такой слегка Вообще-то Я играю Десдемона Свободы отсюда Я вам так не мешаю Нет Мне всем кофе На тебя Ты понимаешь Ну что Живцы твари Идеально вписалась Я не думала Что театр Это так весело Это вообще Цитата всего фильма Отлично Девочка Ну замечательно О Жизнь пошла Так Вот все Так и оставляем Режиссер Да Очень реалистичный Отелло А Лесси еще и рисовала Фингал Единственное С таким синяком Под глаз Друг Отелло Единственное Что хорошо отыграл Этот актер Меркурцио Заткнись А он потом Сказал Отелло Заткнись Так ты Отелло Замечательно Так Вот это Так и оставим Только на будущее Дездемония Два синяка А Отелло Синяк И разбитый нос И так Мы оставим Это в спектакле Да Вспоминая Как Рустам Сказал Отелло Заткнись И Лесси такая Так это что Выходи Ложись Умирай Это тоже Хорошая цитата И Как ни странно Тут есть цитаты А цитаты В фильме Это уже Хороший признак Ты что Умереть нормально Не можешь Мы его Не могли Научить Нормально Храпеть Мы просто Не могли Он Порчал Как лошадь Ну Катя Здесь Как-то Слабовато Но зато Вот Данил Вытянул Эту сцену Прежде с собой Я в следующей Оле Должна быть Самой лучшей Тоже Достаточно Слабая Сцена Мы как раз С Игорем Николаевичем Как раз Договаривались О следующем Спектакле Это будет Анна Калинина Анна Калинина Это по-моему Твоя шутка Но там есть Одно маленькое условие Ты должна полежать Чуть-чуть на холодном А? О, ты дурак Этот закат Вообще Лариса сняла Отдельно Я не полагаю Ну что вы нас мучили Нужно Стать Ликвидировать Терпите Друзья мои Терпите Актеры Этих сцен Последних Отработайте А я Пожалуй Пойду Перехвачу Бутербродик Другой Бутербродик Ну что ж Господа Сегодня Получилось Вполне Неплохо Это конечно Не идеал У нас тоже Было Какие-то Мелом Размеченные Листа Чтобы Всех Было Он Ликий Гений Моей Режиссу Прыдаёт О себе Знать Он Молодец И Дмитрий Конечно Тут многие Вообще Старались Силу Своих Размечений Прочитал Я Одну Пьеску Некого Уильяма Так Сказать Шекспира И Знаешь Что Я Хочу Тебе Сказать Кстати Реакция Это Была Уже Наша Идея С Лесей Что Надо Их Отснять Тут У каждого Своё Какое-то Понимание Реакции Но Это Всё Хорошо Выглядит И Затем Она Хотела Закончить По-моему Головы Давида Но Она Была Чуть Выше Подумать Только Эта Скотина Этот Шекспир Украл У тебя Марк Пьеслу Ничего Мы Это Так Не Оставим Он Нам Дорого Заплатиться За всё За всё Мы У него Отсудим За моральный Ущерб По Миллиону Долларов Мне так нравится Его фраза Бриллианты Диадемы Все наденут То есть Он похоже Дузнал О всех этих Слухах Просто Ну Типа Немножко Притворился Что Типа Подаст Заявление На Шекспира Не знаю Зачем Но Видно Хотел Подстегнуть Своих Учеников Мда И что Он сейчас Серьезно Серьезно Пойдет Сум И Нажалуется На плагиат Шекспира Запнулась Ничего страшного Что Шекспира Будет Что Будет Грустные Сцены Почему-то Всем сложно Давались Потому что Это драма И Тяжело У всех Каменные Лица И мне Так Хорошо Все Начиналось И так Печальная Ну Хотя Бздох Этот Спас Немного Сцена Ну Что Вы Сами Бежим Есть места Не дотянутые По всем Позициям Да Наверное Ну Ты знаешь Очень неплохо Для первой Работы Вообще Неприятно Смотреть Это Мы Позаимствовали Мы Лучшая Творческая Команда Да Не надо Бросать Нашу Пьесу Концовка Гармоничная Гармоничная Хорошая Показывающая Что В конце Концов Даже Вот этот Режиссер Он Как бы Ну Не зверь В конце Концов А Тоже Прикольный Ну И Как я Помню Мама Сказала Когда Впервые Смотрела Этот Фильм Ну Концовка Типичная Подростковая Все Дожрались Картошки Фри Но Это Была Изначально Задумка Картошка Фри Мы Хотели На этот Посыл Донести О Титры То Что Ты Придумал Кстати А Потом Мы С Лесси Это Оформляли Ну Тут Скопление Разных Идей Что То Хорошо Что То Не Очень И Это Здорово Кстати Вы Это Была Первая Это Была Первая Работа Это Классная Работа Дмитрий Все Вместе Леся Фотографировала Многих У него Такое Тут Лицо Петя А Ее Звали Вера Точно Но Я Почему То Ее Ассоциирую С Мариной Рустам Понятное Дело Вот Леся Тоже Ее Сфотографировала По-моему Ее Сестра Оля Ну Ее Тоже Упомянули А Мы А Мы Жизни Песни Записывали Ко Я Потом Выпустил Вот Валерию Васильевичу Благодарность Чайник Конечно же Коронная Вроде А Ну и Самое главное Самый лучший Неудачный дубль На свете Марина Я забыл слова Вот Ну Ну Это было здорово Пересмотреть с тобой Спасибо И всем Всем Пока